Боже, милостью будь мне, кепку сними. Казавный Господь, поднимай меня. Вячеславец огрешил Господи, прости меня, милый. Отче наш, иже и си на небесе, Да святится имя Твое, да придет царствие Твое, Да будет воля Твоя, я-то на небесе и на земле, Хлеб наш насущий дашь нам днесь, И остави нам долги наши, якажи и мы оставляем возникам нашим, И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого, Ибо Твое царство, силы и слава во веки. Аминь. Още всех на Тя, Господи, уповай, Ты дайшим пищу во благовремя, И отверзай, что Ты щедрую Руку Твою, Исполняй всякое животное благоволение. Боже, милостиво будни негрешному, Создав у меня Господи, помилуй мя, И счастливое согрешил Господи, Прости меня негрешного, помилуй мя. Я не знаю, как работали, вот я еду, там куча собралась вот эта галерка вся, И Ксения там заблокировалась. У Ксении Аховое положение сработает, Она совершенно никакой работы не знает и не видит, Ее отдельно ставить надо. Так ноги вместе все время держите, поставьте ноги вместе. На молитве церкви так стойте. Так стоят только морские пехотинцы. Когда их перевозят, палуба корабля кащается, И надо все время опору держать. А на молитве стоят прямо. Я зашел, на кухню, на молитве вышел, Они как сидели, так и сидят развивались. Оставили, никого старших нет. Какой-то гимнастику придумали, Будто бы я сказал. Я сказал, после, когда завтра пройдет, 7 минут пройдет, в это время можно что-то делать будет. До завтрака мы должны выложиться полностью. Разогреть себя и аппетит, чтобы был. Дальше, как работает? Простая работа. Уже поленье, поленье, Готовое. Сложить поленье, как попало. Не стыда, ничего нет. Две поленьяся идут, Он свернул на одну, Вот так вот все раскурочено. Стоят, смотрят. Хоть бы один нашел, Ты подошел, сказал, что мы делаем. Да разве поленьяся так делается? Она вот так вот наклоненно упадет. Сразу умничает. Но она еще не упала. Ну да, Чернобыль еще не взорвался. На день раньше уже говорили, Что это Катантропа будет. Все Европе глаза за порошок. Но сегодня-то не взорвало еще. На конца ждали, пока Гитлер под Москву подопрет. Все, Сталин не верил, что нападет Гитлер. Пах! А потом Риббентропа этого министра повесят, Который подписывал с Молотовым. Историю надо знать, чтобы не повторять. Вы маленький, вы учитывайте то, что у вас под ногами. Идут, потыкаются вот здесь вот. Палочки, посмотри. Ни один не подберешь. Ты слепо входишь. Камушки-то, сижу, коровники были. Рядом кузница была. Я иду, камушки собираю. Ни один даже не видит. Ой, еще там сдавнуло. Отбежал в сторону, побежал. Это слава менталитета. Это образ жизни русского человека. У нас ничего не покупают за рубежом. Я разговариваю с секретарем, еще на секретаре университета, профессор Улеське, Валерий Викторович. Он говорит, я зашел с женой в магазин и говорю, посмотри шуба. Шуба откуда? С Нарвегии. А это вот откуда? Это отсюда. Прошли по магазину, нашего ничего нет. Понимаете, ничего нету своего. А почему? Нет народа. Нет совести. Нет желания работать. Эта нация изжила себя. Она должна исчезнуть. Останется крохотная верующая, которая. Фильмы-то какие? Все за рубежицы. Сейчас маленько стали выпускать. Еще там Никита Михалков маленько что-то сделал. Еще какого-то Левиафана тут сумели поставить. У нас ничего своего нет. Вы все в иностранном... Вы выйдите сюда. Выйди сюда. Так, выйди сюда. Ну реально, я только вижу кого. Ну-ка, выйди сюда. Ты выходи. Так, Володя, посмотри на них. Василиса на место. Правильно, непонятно, я понимаю. Что написано здесь? Адидас. Первые слова ад. Ад. Первые слова ад. А почему ты не нашу русскую курку? Почему на иномарках все министры ездят? На своих, на отечественных ездят? А мы на отечественной «Газели» прошли от Тихого до Атлантического океана. Мы рекламируем продукцию Нижнего Новгорода. Машина хорошая, если правильно работала бы. Газель. Мы стоим в Вене. Они все одинаковые машины. А наша впереди высокая стоит. Мы ее ищем глазами, потому что ее заставили. Она как лебедушка, я зову белая. Но натолкали там детали каких. Там лобкло, там подлетело. Но мы проехали по 117 тысяч километров. Все это вредное. А что-то китайское. Оно пропитано заразой. Продают игрушки китайские. Обнаружили химические разные вещества вредные. И которые изготовитель издавал, директор застрелился. Со всего мира пошла опять откат. Это можно исследовать. Китайское все вредное. Они делают на властиночке, чтобы не включил, работает. Пришел, не работает. И покупай новое. У нас какие были провода? Алюминиевые еще не впали с плащиною. А они ставят женский волос. Не понятно, что ли? У нас дурят. Подойди сюда. Встань рядом. Выйди отсюда. Ты тоже выйди. Все до одного выйдете, повернитесь. Володя, пройди, посмотри. Что написано? Она даже не знает, что написано. Почему по-русски не написано? Раньше было написано артели инвалидов. Все-таки инвалиды работали. Иначе их расстреляют. После войны не знали, куда 4 миллиона инвалидов. Достали на Соловки и сгинули. Ну, посмотри. А для тех, которые не вышли, то у них там под низом или где-то. Все это не свое. Еще русского-то нет. Ну, посмотри внимательно. У тебя что? Что тут? Кепку покажи. Кепку. Ну, что написано? А кепка-то какая? Мама, посмотри, что выглядываешь. Веди. Ну, посмотри, вот у меня русская кепка, русская рубашка, русские брюки, русские заплаты. На мне американского ничего нет. Я никогда не найду. Русские сапоги. Посмотри, какие. О, сапоги. В этих сапогах Гитлеру голову свернули. Хребет немецкой машины сломали. Русский солдат прошагал порохом, пропаху сапогами. На дедины. А то Плотников Иван придумал Кирсу. Чтобы не было из чего строить. Ему орден дали за это. Держи. Вы с родителями, со всеми поговорите, чтобы они искали отечественную продукцию. Смотришь, не знаешь, что в Китай приехала одна. Понравилась ей. Она взяла, надела. Вышла на улицу, а ребятишки-то ха-ха-ха, ха-ха-ха, ха-ха-ха. Она вернулась, говорит, что написано? А ей говорят, это специально для вас выпустили. Написано, я распуфыренная дура. И она стоит, я распуфыренная, то есть распушенная дура. Как дура? Да так у тебя написано, ты дура, дура. Ты до уровня дуры не дошла, даже китайский язык не знаешь. Поехала в Китай, ты должна язык сначала изучить. Понятно вам, нет? Да. А вы работать не умеете, поленья, вот так вот поленья кладут. Две поленья сойдут в одну саши, все развалил. Вначале складывают, ливия складывают. Нормально получается, совершенно работе куда повернуть. Готовое сложить не можете. И хотя бы один нашелся и сказал, что мы делаем. Да разве можно так работать? Наши берут, что, ну вот овечек, к которым мы не прикасались. Да и то еще клеемота поставят американское на уши ему. Вакцину еще какую-то английскую, китайскую дадут ему. Дожилися. Россия кормила пол Европы в 13-м году. Шли корабли с маслом топленым. Откуда? Из Сибири, из Алтайского края. Тут такие стада были, люди держали. Вот рядом с нами было. У него 32 коров там, 130 лошадей. Овечек сколько было? Отец на счет 36 лет не верится. Как это можно было? Никакой техники не было. Совершенно. Вручную. Посмотри, какие они канавы копали. Сегодня еще канава врос человек. Это 80 лет назад. Она уже обвалилась. Да мы против них никто. Даже процента нет у нас русского. Всю красоту распродали за рубеж. Что у тебя написано? Не знаю. Не знаешь? Давай прочитаем. Дата фирма. Фирма. Что у тебя написано? Джома. Адидат. А что это означает? Футбольная команда. А? Футбольная команда. Это означает ума нет дома. Это футбольная команда. Джома. Лакост. И что написано? Лакост. Ну что это? Что означает она? Это фирма производителей духов. Производители. Это крокодил американский проглотил. Крокодил дураков наших проглотил. Сыновись, что у тебя? У меня по-русски написано. Только я не могу понять. Тут написи какие-то. Ну что по-русски? Присчитай тогда. Он не английский. Он даже не знает русский английский. Вот английский. Ни одной буквы-то русской нету. Ваня, ты Ваня. Вылову царя три дурака. Так, выходите. Что у тебя? Их простения. Смотрите. Их простения ничего нету. Русская красавица. Привет. Встань, не ломайся. Так, что же ты умнаешь? Не наедут? Американцы. Ну, остановись. Послушайте внимательно. Ты не будешь болтать. Закрою. Ты знать ничего не будешь. У тебя мысль не созревает. Она уже продырявленная. У тебя сознание, все утекает вниз. А ты услышал, даже заклеймили. На коленях написано, посмотри у Паши. И не стыдно нам ничего. Все эту дрянь убивает у тебя. Самое лучшее. Вот придумали эти фиосы. Хабок называется. Перестройки. 91-й год. 14 лет. Я ни к одному ни разу не подошел. Чему в этом же доме. Зачем, когда все там отравлено? Там нет ничего. Покупайте продукцию отященную. Найдите тех, которые продают. Наша, алтайская. Здесь и птицы в паблике есть. И скотина, и мясо. Все можно брать свое хорошее. А не какую-то свинью лопать, набитую аскоридами, глистами. У нас уехал Виктор Николаевич и Иоанна. По-французски Жанна. Звать ее Иоанна. Никаких Жанн у нас нету здесь. По-русски это звучит Иоанна. Так написано в Евангелии. Около Христа были сестры, и одна из них была Иоанна. Чтобы они вернулись. Второе. Если они вернутся благополучно, если мы не знаем, то я уезжаю в Корчину. Мне нужно посетить одного человека. Но посетить я не один поеду. Поедет батюшка и сестра моя Валентина. Я еду с подарками. С подарками, которые не мои. Мне Игорь дал зерна голубям. Он сказал, бери сколько хочешь. Я выезду маленьких зерна, у него утки есть. Человек в тяжелейшем состоянии находится. Помолиться, чтобы благополучно было. Еще. К нам приходят девочки Глушковы. Я их не знаю, сколько. Все ли они приходят или нет. Я знаю, Екатерина была. Тася и Юля в основном. Тася и Юля. Кто вот этого дал флешку? Не знаю, кто из них. Кто? Тася! Тася! Видел? Выходи сюда. Так. А чем этот фильм? Этот фильм о том, что одна... Тихо, не подсказывать. Одна женщина? Конечно. Не лошадь, понятно. Еще дальше одна женщина. Пих-пах-пух, а она пах-хах-хах. Или как? Она не за сномок. Не дождешься, остановись. Так, кто знает? Выходи, пересказывай. Если не перескажешь, я тебе накажу, чтобы ты не выскакивал. Высточки, давай. Почему? Да, о чем фильм? На основании чего он поставленный? Да. Основная идея, основную идею выложили. Идея? Ну, там случилось, что дивергент не разрешал. Ты слово это, дивергент, что означает? Дивергент. Ну да, дивергент, интеллигент. Вот, я не знаю, как это означает. Как не знаешь-то? Вот я распухоренная дура. Вот и написано. Что такое дивергент? Сначала объясни название фильма. Ну, поехали. Ну, возвращает на лошадь, говорит, ну, ты не ну-ка, ты рассказывай. А что у нее... Тихо. Тихо? Что? Что она любую может выбрать, ну, как бы, нацию или как-то. Кого? Нацию? Не нацию, а там... Не надо мне, мыщание-то не надо. Ты режь, что ее отработай. Трещишь, как-то рецепт. Ты куда пошел-то? Трещет-то. Ваня, уйдет. Кто может сказать? Чего с Ваней случилось? Не знаю, с чем он ходит. А? Что-то болтает и ходит туда-сюда. Что-то хотят спросить. Ваня, выходи сюда. Я ходил спросить. Давай, рассказывай. У тебя получится. Я не знал, я фильм никогда не смотрел. Стань на место и молчи. Так, кто смотрел, может сказать, содержание фильма. Вы не знаете. Теперь я спрошу, кто главные герои, как их звать и кто играет артисты. Ни один не назовет. В каком месте это происходит? Кто написал книгу, на основании которой поставлен этот сюжет? Кто режиссер? Вы ни на один вопрос не можете ответить. Она ходила, эту фрешку показывала, что надо-надо, надо компьютер. Мне вчера ее принесли, я потратил время. У меня спрашивают мое мнение о фильмах. Мне не надо это. Ну, засыпает буквально. Вот скажите ваше мнение о Левиафане. Я сказал, это мое мнение о свете Библии. И этот, который ролик я выставил, сейчас посетили 176 тысяч человек. 176 тысяч человек поинтересовались, а как это о свете Библии. Я объясняю это слово, Левиафан. Откуда Звягинсов взял это слово, Андрей? Что оно означает, библейское слово? У него шесть значений. Шесть значений? Значений? Я все объяснил это, как понимают святые отцы. Почему он взял это название фильма. И он был на соискании Оскара. Ему золотой глобус в Англии дали. Это уже признание. На него почему нападки церковников были. Я подробно все объясняю и показываю местописание, которое подтверждается. То есть я провел полный анализ. Люди, которые считают, что он говорит, непонятно. Что он говорит, непонятно. У меня стихотворение есть такое. Называется «Строительный ответ». Ответ строительный на тоненьком шнуре. И по нему свой слог поставим прямо. А град убыток на своем дворе. Что он не принял по смерти к нему сраму. И припев «Постань, Россия, прямо стоянием во Христе». Размолоти преграды прелживейших словец. И будешь во главе, а не плести с хвосте. Евангелие – вот единственное ответство. Припев. Виктор Николаевич, вам пел хоть раз пел? Нет. Вы будете все петь. Как вернется, он будет петь. Он желает. Он сам составил музыку поставил. Евангелие. На строительном отверстии. Мы умеряем сноп. А у меня кандидат в наук, каких-то там филологических. Я ей дал, когда книгу издавал, как корректором. И она говорит, сноп поставил. Она не знает, сноп – это из Иосифа. Иосиф видел во сне, снопы упали. А его сноп стоит прямо. Прямо перед Богом. Ответ Евангелия. По нему свою жизнь, свой сноп выстрелит. Она не понимает ничего. Кандидат – старообрядка. Старообрядка. Я ей познакомил, как бы, заводчин. Она книгу посмотрела. Я не понимаю ваши стихи. А напротив каждой строчки у меня написано, откуда взято место писания. Вам скучно? Нет. Если Господь благословит, мне нужно сообщить девчонкам этим. Сколько их здесь есть? Когда они… Мы-то все в куче. Когда они все вместе могут прийти? Прийти сюда, и чтобы они дали развернутую картину этой картины, дивергенции. Я вам говорю, сто процентов с засыпкой. Они не найдут ни одного, кто бы объяснил значение этого фильма, для чего поставили. Может, во всем Алтайском крае, может быть, нет. И, может быть, даже сами авторы не понимают, что они сделали. Мне, когда вот дали эту шлешку, сказали, это фантастика, там смотреть нечего. Я посмотрел, да, фантастика. Но фантастика на том, что грядет. Вот фильм «Я легенда» также сказали фантастика. Но когда я его разобрал в интернете, на него кинули сразу. Это в этот акт он нашли. Я говорю, объясняю, 12 миллионов живых. Это 12 миллионов евреев, Израиль. Вы сейчас совсем слепые. 7 миллиардов, 5 миллиардов под откос. 500 миллионов людоедов. Вы помните, как в России крути никогда так. И вот она, когда расскажет, и покажет, что они не знают, и они не могут пересказать фильм, тогда я начну вам объяснять этот фильм по частям. И покажу, что заложено в этом фильме. И когда случится это, тогда они покажут, ну, вам поговорили, мы вам показывали, как печаль сатаны Марии Карелли. Перевод княгини Хропоткиной. Сегодня Брэму там приписывают какому-то. Это Мария Карелли написала печаль сатаны. И там сатана прямо говорит все. Играет где-то там на бурлетку и один все проиграл. А он, как князь Лысию говорит, тебе деньги нужны? Ну, я бы поставил на последний кон. Так, душу продаешь. А он не верит. Душу? Конечно. А сколько ты дашь за нее? Ну, сколько дам? Я тебе дам 10 тысяч. 10 тысяч? Ну, душу ты продал. Она тебе уже не принесет. Ну, никакой души нету. Раз, проиграл. Выходит в коридор, слышно уже выстрел. Уже выстрела, его нету. Сатана душу забрал. Сатаной не шутят. Сатаной не только бороться надо. Его надо побеждать. Послание к риминам. 16 глава, 23 стих написано. И сокрушить сатану под ноги ваши. А мы молимся, избави нас от лукавого. Лукавый – это сатана. Главный начальник над всеми демонами. Лев Толстой их называет черти. Это тогда понятно. Люди, когда гневаются, да пошел ты к черту. Это страшно. Никогда эти слова не произносите. А скажи, обратись к Богу. Вот если вы поняли, о чем я говорю, то теперь мне нужно свести с этими девчатами, чтобы они пришли назначены в регу. Ими назначены, когда им удобно, потому что мы-то все вместе. И тогда полное молчание будет. Я вам расскажу этот фильм. И вы увидите, что вы ничего не понимаете. И тогда имя вам будет «Русские балбешки». Что у вас нет ни одного учителя, который научил бы вас, рассказал бы вам. Ни родители, никто вам не расскажет это. А я прямо по кадрам, по артистам покажу место, почему они такие есть именно. Я потратил время. Мне флешку вчера принесли. Она у меня в кармане. Понятно? Да. Надо работать, работать. В голове свою поленницу сложить прямо, мозги там направить. Японцы там сказали, да ваша страна бедная, ничего нет. Они действительно нет. У вас нефти нет, они говорят, нету. У вас железные руды нету. Они отвечают, нету. У вас земли нету, земли нету. Они говорят, отвечают, нету. А что у вас есть? Они говорят, серое вещество. И мы его будем разрабатывать день и ночь. У нас будет руда, будет земля, будет победа, золото, устрицы. Все у нас будет. Когда люди бывают где-то жемчуг, разное там, то они ныряют, устриц находят, там раковину раскрывают. Японцы наладили производство прямо здесь, в бассейнах. Сидят там, женщины раскрывают, а надо очень тонко открывать и туда песчинку положить. А песчинка обволакивается, обволакивается, через 4 года, пожалуйста, жемчужинка. И они никуда не ныряют, ничего, бассейны стоят и собирают. И перебили всю торговлю на юге. Там никто не будет брать. Качество, они сказали, будет похуже, маленько потемнее. ничего этого стоит. Наша цена будет в 2 раза дешевле. Работать надо. И мы этот фильм отрекламируем так, что люди будут смотреть его. Я буду его рекламировать, этот фильм, как Левиафан. Смотрите, но понимайте, как я легенда. Все понятно? Да. Ну, одно хотя бы поймите, что надо работать. Вот это поймите. И работать очень хорошо. Вот заметь, я разговариваю, Сеня в это время вот стоит. Выши сюда, Сеня. Скажи, зачем ты сейчас там стоишь и шевелишь пальцами? Иди. Когда шевелить вот так вот пальцами, что-то, это означает, мозги не работают. Ты должен руки спокойно взяться за руки или опустить. Пальцами не шевелить. Не перебирай ничего. Не перебирай, Тарас. Я тебе сказал, положи бумажку. Перебирайте пальцами, значит, мысль у вас здесь. Человеку нужно спокойствие, сосредоточиться. Это очень непросто. Мозги должны быть очень и очень хорошо развиты. Зачем ты сейчас стояла, себя на нее скрылась и перебирала? Почему во время работы разговариваешь? И когда сидят вокруг нее маленькие, она разговаривает, она веселая, пожалуйста, как только работать, она сразу остановится. Тебя ждет трудная жизнь, если ты не поймешь ничего. Ее баба просила сегодня прийти и поопущивать картошку. Сходите? Угу. Там, где вы были, мы там, на самоманном, побыть. Это, ну, помочь надо, а остальными мы займемся здесь. Платочки. А баба-то сейчас уехала, она тяпки оставила. Мы куда пойдем, там хозяйки-то нет. А тяпки-то наши, а у них эти тяпки-то нет. Заполните наши, все возьмете, вернее, все тяпки-то. С их тяпками не путайте. Платочки. Так, где она ищет? Почему не спятку в карман? Юбка ловишься, или что? Ну, мама, ну, она вчера искала сегодня, ну, знаете, это надо, чтобы мы все стояли, ждали, один платочек. Где она еще найдет? Значит, просьба, поставьте, вот это вот, мешайте их карман. Не будет пришит, и я сейчас хожу, в прятку надею, я сам буду пришивать. Я пришлю так, что никто не отберет. Я как глазами пихологи. Простой карман. Вчера сказал, все ли не пришитый. Я бы мог сказать, что не садись за стол, пока не отреставируйте платье. У кого карманов нет? Нет. Карманов у кого нет? Ваня, Дареден, остановись, я спрашиваю вопрос, а ты уже в чашке молотишь. Ты на чем стоишь? Покажи. Стоит ногами, мне отдавит. Да ты возьми ее, он туда забрось потом. Пляшет на ручке. Так, а у кого карманов нету? Поднимите руки. Нет, карманов у кого нету? И просили, и... Что это? Василиса, нету? Ну, вон, Вика нету, что надо стоить-то? Вика тоже нету. Вики, Вики. Где? Нету. Значит, всем пришить карманы. Повторяю, не будете пришивать, я сам пришью. Дети должны быть с карманами. Смотрите, раз карман, два кармана, три кармана, четыре кармана. У меня четыре, а у вас на четверых ни одного. За стол. Дети должны быть вверхом расширяем. Знаете, где-то там расширяем. Нет, Сзади спереди заклиненные идут. Смотри. Куда не повернись, продали страну. Номер и там. Да, да, да. Смотри, что-то не поверни. Володя, Никита, вынести, пожалуйста. На кастрюлю вынести. Давай. У нас собака ловская, собака шарик твой. А, брат, у Сережи немецкая, что это надо было. Бульдог копать. Американский ставка. Пожел этого нету. Быка привезли, шотландский бык. Да он один, да нет. А что ему тяжело? Ну, снимай тогда. А что? Не тяжело, Никита? Пальцем, пальцем. Все, все, мне тяжело сказать. Я знаю, что ли. Аминь! Это компот? Да, компот. Давайте. Так, где? Это плетает, да. Водопечный, где? Никита, давай. Тарасик, Тимоша, ну-ка, быстро ко мне. Тимоша, возьми ложку. Давай, просто. Это готовят мне, но я хочу с вами поделиться. О, держи ему отзади. Ну, а что достанется, это уже нам и тому, кто делал. Во славу Божию. Так, теперь слетаем воду. Подожди, еще не ешь. Почерпите по ложке, передайте дальше, верните назад. берите освещенную воду, а по еще нам дальше-то не пошла. сейчас дальше пойду, вот здесь сделали Андрею. История. Мальчик, передавайте сюда, мальчик, у меня тоже. Кто-то здесь? А, кто-то здесь? Там, на воду, это не напоминайте. Водюбок, пригласите. Это шоколадная черная. А? Это шоколадная черная. Давай. Где она была? Вместе мы, отдайте мне. Пусть у папы. Вот она, да, вот тебе. Водите. Место сначала проглотить, потом дальше. Морковка не терпит, чтобы ее хранили, как на тесто. Она окисляется быстро. Подводи, братья. Давай. Вот эта неделя пройдет, на той неделе к нам будут приезжать гости. Взрослые дети. Дивергент. Мы им покажем, где вернемся, русский. Друзья, это почему-то будет помнить. Они ничего не понимают. Больше так не делают. Редактор субтитров, это почему-то будет помнить. Приятного. А что, подел? Сейчас придут, придут, никому не давали поповеку, несут. Взрывы сначала, а потом самым маленьким. Продолжение следует.